Всем привет! Я, можно сказать, в таком уже домашнем виде пришла уже время очень-очень много но я решила записать для вас маленькое такое обращение Сегодня были Невские берега и пока есть эмоции, я решила записать этот ролик На мне помада от Evelyn Cosmetics про который я и рассказывала в отдельном ролике Она у меня нанесена еще нанесена была еще днем сейчас уже где-то час ночи и она еще на мне я только сейчас просто поверх нее нанесла бальзам для губ чтобы губы были более такими мягкими так как мне сейчас уже стойкость не важна так как я дома вот здесь сзади меня это стоят мои покупочки закупила с сухими шампунями двух марок это Batiste Collab я уже вам рассказывала про вот такой вот сухой шампунь от Batiste что мне очень-очень нравится его аромат называется этот сухой шампунь Rose Cold у меня уже практически закончилась такая же бутылочка и она будет в следующих пустых баночках и на пробу взяла вот такой новый аромат под названием пати три сухих шампуня от Collab в обновленных упаковках раньше у меня были сухие шампуни от Collab мне нравились шампуни серии Extreme Volume сейчас он остался один остальные сухие шампуни этой марки появились новые с ароматами в новой упаковке я не знаю, какой у них аромат как они пахнут будем пробовать и я, конечно же, обязательно поделюсь с вами дальше я взяла попробовать два однофазных гель-лака от Kinetics в оттенке 275 и в оттенке 203 это серый и такой тапово-коричневый оттенок у 203-го название Piano а у серого, ну, серо-голубой, Blue Jasmine как-нибудь обязательно сделаю, скорее всего, с ними маникюрчики так как лампы у меня теперь есть я могу делать и маникюр и гель-лаками и взяла два обычных лака в оттенке 001 белый и в оттенке 233 Marlene это такой очень красивый красный с золотым шиммером кстати, вот сейчас он у меня на этом ноготке я попробовала все лаки белый тоже у меня есть, но я им не дала высохнуть и начала что-то делать поэтому они у меня всякие покорябанные потому что нужно, прежде чем что-то делать нужно дать лаку всегда высохнуть и последнее взяла попробовать вот такое вот маленькое маслечко Баси и взяла вот такое маленькое масло с миндалем попробовать понравится оно мне или нет оно продается и в большом объеме дальше я увидела марку Johnny's Chop Shop Barbers это, можно сказать, мужская марка это марка для мужчин для ухода за их волосами и за бородой если это можно так назвать поэтому я взяла спрей для волос с сильной фиксацией текстурирующий спрей и глина для устойчивой фиксации волос и помадку для волос с сильной фиксацией эти средства будет использовать и мой муж и также буду пробовать я помадку я вообще планирую одну использовать чтобы мазать волосы дочки на гимнастику чтобы у нее не болтались маленькие волоски которые торчат в разные стороны также я решила попробовать новую для меня марку Posh в ней я взяла как средства для маникюра так и для макияжа для маникюра я взяла базу и топ и два вот таких лака один красный, другой шиммерный, золотой я сделаю маникюр я специально подбирала цвета и дизайн вот такие вот наклеечки для ногтей у меня есть в мыслях один маникюр который я хочу вам показать он очень простой, легкий но смотрится он классно и думаю вам понравится поэтому не забывайте подписываться на канал чтобы не пропустить новые ролики для ухода за губками я взяла вот такой соцбальзам он на основе масел жижаба, миндаля, ростов пшеницы какао и ванили вот такая вот маленькая баночка выглядит он вот так он маслянистый пока еще не представляю как им пользоваться но обязательно попробую и потом расскажу вам скорее всего я сниму отдельный ролик по макияжным средствам потому что марка очень интересная и я когда была на нескольких берегах мне нарисовали стрелки не знаю заметили вы или нет но и мне они очень-очень понравились мне понравилось как они смотрятся как вообще носится потому что они на глазах уже длительное время они никуда не делись они сидят на месте и ждут когда их смоют специальным средством что же я взяла из декоративной косметики этой марки марки Posh я взяла карандаш для губ в оттенке L111 это вот такой вот оттенок не знаю хорошо видно или нет но я сниму отдельное видео и покажу вам дальше взяла карандаш для глаз только не коричневого цвета а взяла вот такого вот фиолетового мне кажется он отлично подойдет к зеленым глазам в оттенке E113 и взяла карандаш для бровей он идет для тоненькой прорисовки и на кончике идет щеточка далее я взяла от марки из флоу обезжириватель из бонд для ногтей вообще чтоб ваш маникюр служил дольше ноготки нужно перед тем как наносить базу и конечно же лак ноготки нужно обезжирить и тогда маникюр продержится дольше взяла я средство для удаления липкого слоя я взяла маленькие баночки потому что маникюр я делаю только себе и мне маленькой баночки хватит надолго я взяла вот такую вот топ сушку я брала такую же сушку на прошлых нескольких берегах и она мне прослужила полгода вот такой вот маленький маленькая такая упаковка при условии использования ее каждые 2-3 дня так как маникюры я делаю часто для фотографий инстаграма для видео и конечно у нормального обычного человека такой топ прослужит намного намного дольше что мне понравилось в этом топе что он жидкий и он практически не густеет до самого его конца я его уже тут немножко подпортила в конце и он у меня не совсем прозрачный но вы видите что основную часть топа я израсходовала и осталось совсем-совсем чуть-чуть есть один лайфхак можно чуть-чуть добавить нового топа в старый и он станет жиже дальше я взяла вот такие вот наклеечки для дизайнов и многоразовые трафареты аэропуфинг но я их хочу попробовать использовать и как обычные трафареты посмотрим попробуем обязательно я обязательно вам расскажу в подарок дали вот такие вот зеркальные блестки дальше дочка взяла себе бальзам для губ и она себе выбрала вот такой вот лак он вот на ноготке лак кстати очень красивый и быстро сохнет он с полуматовым финишем ну и последнее это бальзам от у меня такой есть кокосовый но его осталось совсем чуть-чуть поэтому я взяла на пробу папайю надеюсь что он будет действовать так же как кокосовый потому что кокосовый мне очень нравится им я мажу иногда и кутикулы и губы и вообще сухие участки кожи вот такие у меня были покупки и в этот раз на Невские берега я попала в пятницу и боди арта не было и даже я как-то расстроилась потому что всегда интересно смотреть как создаются необычные образы и возможно я даже схожу на Невские берега в другой день может быть завтра послезавтра потому что выставка еще будет два дня посмотрим ну и покажу вам сейчас маленькие отрывочки видео что я засняла сильно много не снимала потому что не было такого прямо что-то масштабного что снимать сняла просто павильончики какие были магазинчики и все если у вас возникли какие-то вопросы оставляйте их в комментариях на этом все пока 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 и